Всем большой привет! Это дневник беременности и у меня 28-29 недель. На самом деле этот период для меня за всё протяжение беременности один из самых лучших. Так получается, что моё самочувствие пришло в норму. Как-то, я не знаю, может быть это психологический настрой, а может быть так влияет на меня моё новое хобби, новое увлечение. Так, мне не нравится, кажется, здесь холодно. Моим новым увлечением стала йога. И не то, чтобы для меня йога это что-то новое, но йога для беременных это то, что я хотела уже для себя открыть давно достаточно. И вот только буквально недели, 2-3 назад я к этому пришла. Наконец-то начала заниматься этим прекрасным занятием. И что самое интересное, я стала себя чувствовать намного лучше, и в корне изменилось поведение моего малыша. А связано это с тем, что сейчас такой срок, когда нам уже тесно в животе, или же это связано с тем, что дыхание, дыхательная гимнастика, упражнения и тому подобное, оно так влияет. Я не знаю, что. Но это не так важно. Важно то, что это действительно очень здорово. Йога, она населена не только на физическое благополучие, но и на духовное. В принципе, это недорого. Поэтому я рекомендую всем попробовать что-то подобное, потому что всё-таки курсы для беременных, где в основном теория и что-то такое, ну, это не совсем то, чего я хочу. Ну вот, а если говорить о шевелениях, у нас шевеления стали такими, знаете, сильными, иногда даже болезненными, чего раньше не было. Раньше это были такие какие-то щекотушные шевеления, сейчас, конечно, они очень сильно изменились, характер шевелений изменился. Теперь я всецело чувствую, ощущаю ребёнка. То есть я чувствую не только, что у меня где-то там ручка, ножка. Теперь я чувствую действительно полностью всё тело. То есть, ну и может быть, это связано с тем, что у меня достаточно крупный малыш внутри. О питании, если говорить, то буквально вот вчера или позавчера мы с мужем изучили внимательно вопрос грудного вскармливания. И если быть точнее, то что можно употреблять женщине при грудном вскармливании, что можно кушать, пить и всё такое. И, в общем, вчера я наелась солёной рыбы, потому что я всё время держала себя. Я думала, что не надо кушать солёную рыбу. Зачем провоцировать отёки? Зачем делать такую большую нагрузку на организм? И всё, я держала себя, я хорошо кушала, правильно. Но когда я поняла, что грудное вскармливание – это не беременность, это ещё хуже, чем беременность, я решила, что от одного раза ничего не будет, от двух, от трёх тоже ничего не будет. И, в принципе, если употреблять такие вредные продукты в миру, то, наверное, это не будет доставлять сильного дискомфорта. Также за прошедший период времени, за период моего отсутствия, мы определились с роддомом, и мы определились с доктором, который будет принимать мои роды. По крайней мере, я рассчитываю на то, что он будет их принимать. И я планирую рожать по контракту, не бесплатно. И потому что, если вести беременность, я согласна бесплатно, то рожать бесплатно я не согласна, потому что я не получаю никакой гарантии в том, что я получу соответствующий уровень медицинского обслуживания, что мой ребёнычек будет в безопасности и под строгим наблюдением врачей. В этом плане я очень беспокойная, мне очень важно, чтобы всё было на высшем уровне. Поэтому мы выбрали роддом. И так как я живу в Москве, естественно, рожать я тоже буду в Москве. И это клиника обширств и гинекологии имени Снегирёва, которая относится к медицинскому университету имени Сичиного. В общем, если кто-то что-то знает об этом, и если вы вообще имеете понятие, что это о московских роддомах, то вы знаете прекрасно, что это одно из самых лучших заведений, в которых можно родить. И единственное, есть небольшая проблема, что бесплатно родить. Там, в принципе, очень сложно попасть туда, можно только иметь какие-то осложнения, патологии или что-то такое. И тьфу-тьфу-тьфу. Я просто пойду рожать туда платно. И так же случились уже у нас первые такие покупки. Мы уже вовсю готовимся к рождению малышки. Я совершенно не суеверный человек. Я считаю, что не показывать никому ребёнка, ничего не покупать, пока ребёнок не родится, что это не самая правильная стратегия своего поведения. И я действительно не могу сопоставить никак приметы и факты реальные. То есть, ну, я считаю, что это всё ерунда. И поэтому мы купили кроватку, мы купили памперсы, купили всякие разные пустышки, соски и всё такое по мелочи. Если интересно, я могу рассказать и показать. И если говорить о кроватке, то мы купили кроватку Манеж. И несмотря на то, что добрая половина человечества считает, что это неправильно, лично мы с мужем считаем, что это идеальное для нас решение. И это просто the best. Я покажу эту кроватку обязательно. И, конечно, какие симптомы меня сейчас преследуют? Я не могу сказать, что какие-то симптомы есть, которые мне доставляют сильный дискомфорт. У меня... Я ношу компрессионный трикотаж, ношу бандаж, занимаюсь физическими нагрузками, нормальными, стараюсь вести более-менее активный образ жизни. И поэтому я думаю, что меня не посещают такие друзья, как отёки. Изжоги нет больше. И... Ну, головная боль у меня есть, но так как я очень метеочувствительный человек, я... В принципе, для меня это не новое, для меня это совершенно нормальное явление, что у меня болит голова. Я не пью вообще никакие обезболивающие таблетки от головной боли, потому что... Ну, оно как-то само проходит, и, не знаю, есть ли смысл глотать таблетки. Конечно, ну, может затекать спина, если я долго сижу, болеть, шейный отдел, всё что угодно. Но... Единственное, что меня до сих пор не покинуло, это шум в ушах. Но я уже настолько к нему привыкла, настолько он... Не шум в ушах, шум в голове. Вот. Настолько он мне стал родным, что я... Я просто уже на это не обращаю никакого внимания. Неменита. Ну, есть и есть. В общем, всё, в принципе, хорошо. И сейчас всё, чем мы занимаемся, это готовимся морально, и материально, и вообще со всех сторон мы готовимся уже, как бы, к появлению малыша. Да, набрала я 4,5 килограмма с начала беременности, и очень довольна этим показателем. И снова моя грудь переживает очередную стадию роста, очень активного роста. И она снова начала болеть, и уже, наверное, месяца два у меня выделяется молозиво, у меня периодически даже утекает молоко, то есть, ну, у меня действительно очень обильные выделения, и я пользуюсь специальными прокладками для бюстгальтера. В общем, всё хорошо, мы ждём малыша, и ждём уже скоро, у нас будет третий плановое УЗИ, и я с нетерпением просто жду, уже очень хочется увидеть малышку, потому что, ну, хочется посмотреть, как она выросла, как она изменилась, заглянуть к себе в животик. И, в общем-то, да, спасибо за просмотр, увидимся уже очень скоро, после УЗИ я обязательно всё расскажу и покажу. Пока!